Привет, ребят! Привет, мои хорошие! Прочитал комментарии на предыдущее видео и решил сделать другую вставочку. Там было у меня другое начало. То есть, хотел бы пояснить свои взгляды насчет вакцинации. Ну, потому что, наверное, не совсем тема раскрыта в моем представлении. То есть, некоторые пишут, что уже сделали вакцинацию, там все хорошо. Ну, некоторые не опасаются там. И, и, и. Дело-то не в этом, ребят. Ну, типа того, что от этого ничего не будет. Вакцинация, думаю, не опасна тем, что вы сделали вакцину, и она вас сразу там уничтожит, грубо говоря. Совсем нет. То есть, у нас власть, ну, по моему уразумению, опять же, могу глубоко ошибаться, сугубо мое мнение, рассматривает народ как источник дохода, не более того. То есть, оно берет, пока берется с народа, ну, грубо говоря, копеечка, пока он плодержеспособен и может добыть ну, что-либо. То есть, это, ну, вот, как кто-то кроликов держит, кто-то курочек. Пока курочки несутся, ну, яйца несут, их кормят. Как только яйца перестают нести, им голову сворачивают, ну, и в холодильник, или на суп, там, ну, всякие вариации, ну, кормить их перестают. Так и с народом. Это источник дохода. И, то есть, эта вакцина будет влиять, я думаю, на возрастные критерии по-разному. То есть, те, кто в зоне риска, ну, просто может, не факт, может просто как бы уничтожаться эта категория людей. То есть, изначально, чтобы не платить, не платилась им пенсия. Потом, другая категория людей, то есть, эта бацила, может в них просто немного пожить и потом добить, когда они достигнут этого же возраста. И, грубо говоря, на молодых, ребят, эта вакцина может действовать совсем иначе. Ну, опять же, это так, фантастика, наверное. Но было бы, с точки зрения государства, более чем разумно. Ну, если они планируют просто на этом зарабатывать, не более того. То есть, на молодых, они просто будут действовать не на это поколение, а на следующее. То есть, грубо говоря, ну, скажем, просто они не смогут иметь детей. Ну, как вариант, да, как бы. И, то есть, просто урезать население страны в той мере, ну, в которой это необходимо. То есть, останется только та толика людей, которые, в принципе, в состоянии обслуживать вот эту иерархию. Не более того. А то, что, ну, больше этого числа, ну, они, в принципе, не нужны. Ну, вот как-то так мне видится это. Ну, опять же, это, может, фантастика такая несуразная, но она, как бы, как минимум логичная и как-то вот по полочкам складывается в моей голове. Хотя, наверное, больше на предятину похоже, но с течением нынешних технологий развития не в России вообще. То есть, технологии-то эти доступны для избранного количества людей. Для некоторых. Ну, как бы сделали вот так одну технологию для всех. Только не с положительного аспекта, а с отрицательного. Чтобы так шарах и все на коленные чашечки упали конкретно. И опять же, это вот как одна из версий, предположений, как может быть действовать эта вакцина. Не факт вообще. То есть, она может действовать совсем иначе. как бы. То есть, подавлять волю, подавлять разум, да, там где-то там. Быть более толерантными, что ли, люди, после применения этой вакцины. Как вот алкоголь выпил, ты более развязанный, буйный, да, можешь полезть в драку, там, тын-тын. А это, наоборот, сделает более лояльным, таким податливым, безропотно выполняющий любые приказания. Вариаций масса, ребят. все тут только зависит от вашей фантазии. Поэтому, поэтому, ну, фантазия, это как вакцина не проверена, вакцина не принята, ну, вот ВОЗ, Международная Всемирная Организация Здравоохранения, ее почему-то отталкивает от себя США, отталкивает от себя Турция, многие другие страны ее не признают в принципе. И вот ссылочку под предыдущим видео я оставлял, на статью об этой вакцине. Кому интересно, почитайте. Попробую, если не забуду, продублирую и под этим видео в описании оставлю ссылочку на вот эту вакцину, как она, ну, как бы провалилась по сути ее проверка. Как-то так. Ну, а теперь, ребятки, непосредственно на само видео. Кому интересно, тот посмотрит. Ну, это в принципе просто мнение матери, брата, ну, на эту же самую тематику. Я до них добрался, прокрался и поговорил. Ну, на эту же тему меня просто это волновало. Интересно было их мнение. Погнали! Лисопед какой-то. Дядька, наверное, ищет, чтобы скоммунизить. Хата брошенная. Ой, а жизнь довели людей. Вот тут порядки наводятся, молодцы. Класс. Ну, в такую погоду не грех и поработать. не, 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 не сейчас, ну, часа в 3-4 поеду. Ой, хорошо. мешает сильно пойдет. Пенсии кричал, кричал, курок той, что повышать, а все уже некоторым уменьшится. Нормально. Не, я охренею, у кого меньше прожиточного минимума, пенсии, чем надо набавить. Так, сука, чертся ради. Ну да. Расскажи мне. Не зря же те, кто больше получает. Ага, он же не работал из стекловой. Вы что, охренели? Ну, они сейчас же вакцинацию в Москве начали. И, как первую очередь, вот эта группа получается, как, ну, пенсионер, кто за 65. Ну, это ж вакцина, все. Да, то что подумали, они оттуда выйдут ли, это большой вопрос. Вакцина ж не испытана, в принципе. Просто сразу колют. Так им сказали, как вот это, как же она правильно называется, типа, ну, кто сделает вакцину, тому сделает, ну, как поблажку, не поблажку, а как разблокирует проездной бесплатный, который был до этого. А какого вы его заблокировали вообще? С какого перепуха? Если человек, ну, он заслужил этот проездной бесплатный, там одно пособие, а там ничего, то забарить вы уже все, сука, и заткнить у жопу тем москвичам. Так еще придумали, сказали, ну, кто теперь будет делать вот эту вакцинацию, тем выдадут паспорт вакцинированного. А теперь же, без этого паспорта, ну, как подразумевается, не построишь на работу, не получишь паспорт, не получишь права, не получишь медицинский полис, то есть обязательно принудительная вакцинация. А вообще уже на упадок в Светлограде пришел. Да, это хорошо, конечно, ну, ну, вот Саша, получай анализы, это, каже уже все, не так. Сейчас провакцинирует, опять пойдет вверх. Легко, Андрюш, легко. А кухню я себе купила. А, себе? Я думала Артему. Это, да, не думала, тогда Артемка, каже не нужно. Ну да. Андрюш, ну и мы, и хай мы ее возьмут. Ну или так, да. А по размеру вам подходит она? Да, вроде трошки, вот, кваса. Так, а вы ее опять же видели? Я по компьютеру, Наташка так бачила. А, ну так видела. Ну, Андрюш, там такие, каже, богатые, и Наташка, каже, продают. Не, ну суть-то не в этом, ну просто в каком состоянии все уши так может. А деревянно. Не, ну деревянно это большое. Мне понравилось. Ну и все. Хорошо. Ну как-то сунем, будем пилить. Не, не каже, там кроме, знаешь, что не поместится, пенал. Не, ну пенал можно в сторону куда-то поставить. я думала, сынок, Да, что какие проблемы? Ну а что я сейчас начну вот эту кухню ремонтировать? Да, не, ну оно уже, да. Что оно? Я только своей кухне ручки поснимаю. Куда-нибудь потом. Куплять, присту. Да, подивлюсь, может я и на ту прицеплю, да? А их же наверное не хватит. Там же если больше шкафов. Ну если она больше. ну тогда может быть. Ну может если хватит. И там может разбег вот этот разный быть. Ну может быть. И мне дужа нравятся. Хорошие ручки, конечно. Все равно я их сниму, хай лежать. Ну ладно. Дужа гарни, да? Ну да, хорошие, фарфоровые. А то они ты покупали? Да, да, на мармиш мы брали. Ага, ты их покупал, вообще, я их так люблю. Но они наверное не дешевые были. А кто на? Ну тоги наверное нормально. Ну да, да. Ну дороже чем пластмассовые по-любому они. И ни одна, ни эта, ни разбилась Бог дал, ничего. Не, ну а кто ж ее бить будет? Ну как? Да, кажеть они такие попали. Не, ну это ж ну фарфор, как тарелка. Можете дручку. У нас всякая тарелка упала, все у нас же там капит. Ну и япона. Ага. Ну что вы хату уже все купили? Документы сдали, оформляют, но если никаких препонов не будет, сейчас же могут проверять там документы. Ну вдруг там обременение какое-то, еще что-то. Ну если все хорошо, то да. Но обременение у нас же там руки, наверное, есть. Я не знаю, но она вроде как все хорошо, вроде ничего нету, да. А если обременение, то уже все как мы с обременением уже не перефорожены? Да, естественно. Почему такая разница? У нас не было такой разницы. Тогда ж правды не добьешься. Ну все на Москву, кроме Сангей. На Москву тут бесполезно. А тут бесполезно. Бесполезно. Дай проверить его счет, правильность начисления. Да, да, да. Что, сейчас вроде балакают, что это, учебу, будут брать. А у бабки, наверное, не брали в стаж. Притом, он до института работал год. Сейчас наоборот говорят, что армию не будут брать, эту не будут брать. А вот писали сейчас армию, это до... И знаешь, если после школы и пришел в институт, а он вот проработал. А ну тогда это же уже стаж, да. Вчебное хозяйство, все, работал. И не знаю, ну а что Бог. Пробовать, писать все документы, да, там отсылать, как ксерокопия или фотографии. И пускай смотрит. И уже, ну что напишут на фоне этого решать. Пусть поднимает его лицевой счет. Ну или так. Нет, ну там может быть просто какие-то документы утеряны или что-то. И из-за этого может быть так насчитано. То есть... То 1700 сняли, то еще что. Это тренгез. Ну понятно. Что, сейчас в 34 тогда поедем? Зайдем. Ну просто так думаешь, сейчас как видео смотают. Что ты об этом вакцинировании думаешь, Антох? Ничего я думаю. Нашу вообще бы мне так не стоит брать. Не, а там же не то, что брать. Там же навязывают. Не, ну там же есть же зарубежная эта вакцина. Я же говорю, если нашу, то нафиг. Ну да, да. Это больше, как по мне, так как на престиж они пытаются сработать. Типа вот мы самые первые, на самые лучшие. Так я так понял, же выбора вообще не будет. Наша или никакая? У нас, да, скорее всего, не будет. Ну в принципе, есть разные вакцины. Но если будут, ты нам говоришь, что нашу надо колоть, то вернула на нашу. И видишь, что, ну вот я матери рассказывал, что хотят сделать этот. Ну в Москве, во всяком случае, ну уже начинается же там вакцинирование. Дают, ну кто сделал вакцину, как паспорт вакцинированный. Ну там пока не придумали, для чего он. Не, ну там же понимаешь, для чего он будет. Не, ну понимаешь, то есть это так, как обязательное вакцинирование. И грубо говоря, обязательное нашей вакцины, которая не проверена. Это неизвестный вирус в себя вопхнут, знаешь. Ну это же вообще маразм. Меня же это и смущает. Ладно бы, ну просто зарубежным исследователям кто больше, говоря. Не, я согласен полностью. Только из-за того, что наши числа, все-таки ради престижа, будут делать что угодно. То есть мы с самой лучшей медициной, вот у нас есть антивирус. Так что ж Вова его не уколет, этот хороший вакцинный. Нет, сейчас же сказали, что уколет. Ну понятно, во флакончике будет налито нечто другое. Ну нет доверия нашему. Так сразу сказали, депутаты не будут вакцинироваться. У них же спрашивают, а почему они не будут вакцинироваться? Потому что они предприняли все меры, чтобы не заразиться. Скажите, какие меры и мы будем принимать это. Ну по логике, да? Потом сказали, не, они все-таки будут вакцинироваться. Ну как это так? Народ же поднял бучу, знаешь. Но будут вакцинироваться этим, ну иностранным вакциной. Так а почему народ будет не иностранным? Вопросов очень много Если вы говорите, что нашим Ну его нафиг Не, ну там же видишь, могут поставить вопрос ребром Или ты вакцинируешься, или с работы нафиг Но я еще единственное думаю, что у нас Как в России, все продается Скорее всего так и будет, что с работы нафиг Может уж, вспомни, какие-нибудь выборы были Там же тоже до увольнения Да, да, да Ну ты понял, голосуйте Да, или с работы уволены Не, ну дело-то не в этом, тут-то посерьезнее Голосование-то голосование, это лично тебя касается Лично твоего здоровья Тут гораздо серьезнее По сути, знаешь, такой суицид сделать, убить себя Ну как, ну есть шанс такой Ну это даже не суицид, а убийство Ну можешь убийство Они-то будут наставить на это Не, ну ты же своими руками придешь это делать Ну как, на казнь На руках придешь или что? Не, ну как, я его знаю Ужас, я просто в шоке Вот это что слышал Просто пиздец Значит, этот документ куда-то, да Должен быть прилаживаться Ну как И без него ты там что-либо не сделаешь И скорее всего это будет широкий такой спектр То есть не получишь паспорт, не получишь права Не получишь медицину Там и тын-тын-тын Не заустроишься на работу Ну и так далее и тому подобное Знаешь, как вот медицинское обследование на работу проходишь Или как Там должна быть и вот это, как паспорт Ну прилагаться Ну да Иначе ты не пройдешь Ну посмотрим, что будет Ну вопрос опять же интересно, сколько это будет стоить Ну нелегально Чтобы поставили галочку сейчас Да, да, да Ну дали тебе этот паспорт Ну чтобы реально не кололи, знаешь Ну это ж по-любому будет Это стезя Вопрос цены Конечно Ну просто грубо говоря Такая справка там тысячу рублей стоит Но которая особо не влияет Я думаю это будет там и 10 тысяч может стоить Знаешь, ну как Посерьезнее Потому что она более значимая Навряд ли у людей денег нету Людям будет проще уколоться Чем Особенно к ним с бабушкам Нашим пенсионерам Да им она как бы бабушкам не особо и нужна по сути Так только они в первую очередь А не, они как раз не будут колоться В первую очередь до 60 Не, не, не В Москве начали именно группа риска После 65 лет Уже начали И им первым Как отменяют блокировку по проездным билетам Бесплатным Какого хера вы их вообще блокировали Ихние проездные билеты Говорили, что это, что это Путин будет колоться А он не был бы рискать Ну понятно Предпринялся мира Так там что говорят Это вот бабушкам как раз у колоться Бесплатно до кладбища доехать Знаешь, ну как По проездному этому Ну да Народ вообще там в ужасе тоже Может я конечно такой паникер своеобразный Но что-то мне вообще эта ситуация не нравится Чем дальше, тем жестче Как-то у нас в сону так ездят Твари, блин Просто твари Фух, ладно, сейчас пойду тогда, Антоха Видео смонтирую И тогда, не знаю, позвоним, не позвоним Домишки пешком даем Он же рядышком тут живет Возле Ворсов Ну, возле электронного мира Да, да, и оттуда Тогда мы о нем поедем Привезем эту кухню Ну вообще бы я для этого Покупал бы смарт-приставку Или смарт-телевизор, Антоха Для телевизора Ну туда, на улицу Да мне эта система X3 в принципе Как разница Не, ну то, что из пульта удобнее как бы Ну, с пульта не знаю Если набирать, опять же, чем в поиске Ой, этот как USB-клавиатура Ой, USB, как радиоклавиатура USB, наверное, далеко просто Так дорого стоит, что ли? А ты думал, 100 рублей? Ну, думал, так примерно какая-то, но 500 Ой, ну на храйнях можно такую Подойти к телевизору набрать Ну, USB просто Можно так же и игрушки телек Ой, телеком подключить Нет, на тот же YouTube Там же можно просто стрелочками выбирать, Антоха А изначально как-то наберешь? Нет, там набор же есть пультом Ну, знаешь, когда лавиатура виртуальная Ну, в бок-бок А, в бок-бок Б Ну, это не совсем удобно Я себе на комп ставил программу Как компакт Ой, скажи Трубки ConnectX А, ну, это на смарт-телевизорах В принципе, на всех есть В принципе, наверное, и на коробочке это есть По идее Ну, в принципе, наверное, да Можно, в принципе, наверное, туда же голосовой набор пиндюрить Микрофон поставить Ну, типа Алису, а что? Наверное, можно, да Ну, я знаю, на компьютере есть Так, я не пробовал, как она работает Насколько адекватно Нет, ну, опять же, там же есть компьютер Так что, по сути, должно быть Ну, да Просто единственное, насколько она будет работать Действительно, бля Тем более, по идее, телек не прямо перед тобой будет стоять Там, грубо говоря, на стенке висит телек А ты там, где-нибудь, на лавочке сидишь Не, ну, микрофон-то можно возле себя поставить Дотянуть Ну, и провода по земле Почему по земле? А почему по крыше их не протянуть? А, ну, я не знаю А сверху у вас новый сыровый этот Микрофон, если знаешь, как этот Внимательно бухгер Нет, ну, что-то Это какая-то ассоциация Я не знаю Не, ну, можно как-то придумать Просто я думаю, так, если далеко Он не будет, ну, как взаимодействовать Или как правильно сказать Ну, если далеко микрофон будет Ну, да, я же О том же как раз Не, ну, а что если вот так под лавочкой По ножке стола вверх поднять Ну, если вот на столе возле лавочки Ну, так же, на столе, на лавочке Знаешь, буду уже Так называть Скажем Ну, там же с арбуза будут Если по лету особенно Не, а вот такой, ну, знаешь, за 100 рублей На ножке, на подножке Такой, ну, не такой, как у тебя Саду Говеный Не, ну, ты умеешь Неудобно Ну, хер, он там много места не занимает Сильно не мешает Ну Тогда я матери позвоню Когда буду готов Да, давай Она пусть позвонит Предварительно туда Готовы ли там Тогда уже Мишки Ну, да Там что, все, давай Хорошо Немного ситуацию проясню Ребят, мать попросила Сегодня привезти ей кухню На авито Бэушную она нашла Ну, как надо купить С дядей Мишей привезти Доставщик же И что еще Сейчас Если кто из Москвы есть, ребят Ну, напишите, как там Реально вот эта вакцинация происходит Интересно Просто тема затронула Просто из первых уст, как говорится Хотелось бы знать Не знаю, слышно, не слышно Жорик права качает Не, ну, хозяин жизни Что правильно делает Строить всех вот этих собак надо Главарь, значит, главарь Нефиг Король королей Собачий Жора, ты уже тут? Жора Обжора А замок прям мягенько пошел Ну, или разработался, ребят То есть до этого Как только вычистил смазку Он был прям тугенько А сейчас А сейчас такое ощущение Что он стал еще мягче После того, как вот на литоле Он работал На отработке Типа того, что работает еще лучше Ну, посмотрим Как говорят, пыль туда попадет Но, в принципе, пыль может и на литол Налипнуть И опять же Он все равно замок в корпусе И корпус в Ну, в двери туда встроенный Если пыли попадет То, наверное, немного Но если что, будем мыть Когда начнет туго срабатывать Жора Все, ты всех прогнал Пошли, ты красавчик Все Друганы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok